Всем привет! Привет! Что у нас сегодня? Сегодня у нас 20 мая, и мы вот посмотрели наукорацию. И видео не политическое, бросим опять не говорить тому, а политика там какого-то. Оно позитивное, просто хочется... Хочем сказать, что у нас на души. Да, Юра начнет, а я продолжу. А на души у нас приятно. Короче, подивились мы. Я оставил всю работу, зайшел до хати. Малий спал, я включил тихонько телек и начал дивиться. Таня Бігом завтракал. Да, Таня Бігом міг. Сморщина. Семена рацій. Мене порадовало то, что, так сказать, человечностью Зеленського. И он до всех обратился от имени народа. И он всех, всех, каждого упомянул, что не он президент, а, как сказать, люди. Люди самих владу выбрали. И тебе понравилось, что он сразу приступил к действиям. Что хочу сказать. Нам многие политики, которые были, ну, не важно, там, президенты или просто политики, депутаты какие-то главные, да, важные, да, говорить умеют красиво многие, да. Ну, пока что все только говорили, и каких-то четких действий на улучшение жизни украинцев, на какое-то создание мира в Украине, как бы не было, да. Вот Вадимир Александрович Зеленский, наш новый президент, да. Вас поддержало 73% украинцев. Это, таких показателей не было еще никогда, да. Как бы мы у Кравчука, да. 62 было. 62 было. И то это, как понятно, была перестройка. В него верили. А тут, получается, уже украинцы сколько раз опекались на президентах. И вот вы выбрали, вот правильно говорили, да, вы как выбирок. То есть люди уже настолько устали от тех правящей верхушки, которые 28 лет, одно и то же, да. Поэтому выбрали человека, который близко к политике не относится, который возможен для многих как сказочный герой. Вы для нас сказочный герой. Хочется в вас верить. А почему хочется верить? Вот я читала, да, вашу биографию, и, то есть, Вадимир Александрович сделал себя сам. То есть простой парень, который начинал там, да, с Югора, с КВН, который смог построить бизнес. Да, конечно, я тебя сейчас перебью. Сейчас, возможно, кто-то будет писать, откуда вы знаете, написать, может, что угодно. Но он не был запятненный в этих крадежках и всем остальном. Не таки уже мы настолько дупитер сказать, чтобы не бачить, что происходит в стране. Что угодно, когда ты идешь в политику. Но мы все Владимира знали еще, как я помню, в первый класс, на нашла в этих кожаных штаничках, с КВН, да. То есть, и мы его знали просто как шоумена. И я про него не видела каких-то желтых прессов и то, что он там изменяет своей жене. Хотя он постоянно снимался в фильмах с очень красивыми девушками, да. И, как бы, вообще известный человек. В принципе, такие люди, как всегда какая-то черная, да, что-то выглядит. Изменял, развелся, правильно? Он со своей женой, я так поняла, со школы, если я правильно поняла, то ли они в параллельных классах учились, то ли что-то. Для меня это главные показатели. Когда человек с самого, можно сказать, детства не меняет друзей, не меняет жену, любит свою семью. То есть, если он в своей семье вот смог навести порядок такой, да, то есть, есть надежда, что этот порядок он будет стараться нести в Украину. То, что там говорят за ним всякая цель, я не знаю. Мы же там, откуда нам знать, может правда, может нет, да. Но, мне кажется, вот человек, который сделал себя сам, который зарабатывает миллионы, у которого все есть, и пошел ва-банк, он же понимает, если он не выполнит своих обещаний, если он разочарует не 73%, а как бы во всю Украину, 100%, да, то, ну, он все, он как бы пропал. И как иконик, и как, ну, то есть, он пошел ва-банк. Поэтому он должен понимать, что он должен сделать что-то вот такое в Украине, чтобы люди, ну, то есть, чтобы наши ожидания оправдались, да. И поэтому, если он так решил, мне кажется, вот у него все-таки есть амбиция. Ну, возможно, как бы, кто знает, может, специально будет этот сериал снять, может, нас готовили, я не знаю. Я, честно, этот сериал смотрела первые, наверное, две серии. Мне как-то он был не сильно интересен. Ну, да, и, конечно, как говорят, насмотрели сериал, это глупо верить герою в телевидении. Сейчас Зеленскому трудно, он среди змей, это было видно, по лицам еще пока что действующих власти или на парламенте, трудно будет, очень трудно. Правильно сказал, что войну нужно прекращать, не мы ее начали, нам ее заканчивать, и нужно договариваться. Все мы поняли, с кем надо договариваться, потому что если мы хотим вернуть наших людей живыми, здоровыми, надо думать о жизнях украинцев, а не о каких-то амбициях, и я, типа, с ними там не буду говорить, это там, где они недостойны, да, ну, пускай люди умирают в Украине. Нет, то я надеюсь, он... То есть, скажем так, Владимир Александрович, мы вас верим. Вот то, что я видела сегодня в ваших глазах, это было настоящее, у вас глаза снизились, это не подделаешь, это была настоящая искренняя эмоция. Вот я надеюсь, попавши в политику, вы, как бы, не станете, как ваши предшественники, правильно? И не пойдете по их штабам? Ну, я думаю... То станет здесь настоящим. Я думаю так само, что если Владимир так начал, он должен идти таким путем. И люди поверили, все поверили. И правильно он сегодня сказал, что мы выбрали шлях в Европу, но Европа не где-то там, Европа тут. То есть, людей должно быть, сознание само поменяться, что мы должны сделать порядок, навести самих в себе, сделать самих в себе Европу. И не равняться на кого-то, а сделать в себе порядок, сделать в себе чистоту, все. И много кто в предыдущих видео нам писал конкретно, я уже не помню до какого, что мы снимали, что... А что вы сделали? На данное время, откуда мы тут живем, и уже откуда мы станем тут живем, мы сделали много чего. И я не хвастаюсь, я это не сделал именно для себя. Мы сделали это для села, мы сделали для общества. И хотелось бы, чтобы каждый так начинал, и каждый чуть-чуть почуточку себя начинал. Европа начинается с каждого из нас. И не нужно бъехать, не нужно куда-то ехать на заработки, нужно оставаться в себе и поднимать свою страну, и верить в свою страну. Честно, сегодня, когда я играл в гимн, была инаугурация, мне аж приятно было смотреться. Я сидел, смотрелся, как будто какой-то сериал с захватом, и как-то радостно было на душу, приятно. Помощь надежда появилась. Да, как-то, типа, засветил тут фонарик. Я не скажу, что мы жили в Неведене, то есть Влада Владой, но мы работали и добивались самих своего, на своей территории, в себе дома. Так будет дальше продолжаться. Но приятнее, что за людей хоть немного начнут думать, хоть немного снизить эти рифы, хоть начнут понимать. Ему тоже трудно будет, но я согласен. Я согласен, что будет тяжело, потому что будут палки, всякие колеса сунуть, будут полностью, и до этого сували всякие награди, и всяких, ставили людей на те места, что ты же сама, знаешь, призначали. Да, либо позитивы, то я еще... Но я хочу сказать, что мы работали и мы были, так сказать, смотрели в завтрашний день, скажу я, Кличко, смотрели в завтрашний день, потому что мы не надеялись ни на кого-то, мы рассчитывали самим на себя. Но все же, с приходом Зеленского, я думаю, поменяется, много чего изменится. И хотелось бы, чтобы изменилось, чтобы они понимали, что не надо никого ждать, не надо ни от кого, никакой помощи ждать. Треба самому ставить, добиваться. Да, ты хватает у каждого забот в себе дома, но достаточно удлилить частницу времени, сделать что-то для общества, для блага своего села, своего города, возле своего двора. И так каждый сделает, и наша Украина призойде, она поднимется и будет набагато лучше. Да, еще хотелось бы сказать, немножко, вот обидно, что когда, ну как, не обидно, в принципе, нам там вот так, посчитали удивились, и дальше пошли. По поводу. Ну вот, когда вот пишут какие-то, когда ты просто спокойно, культурно выражаешь свое мнение, да, на своем канале, и когда начинают люди никаких фактов, там, аргументов приводить, приходят действительно на личности, оскорбляют тебя, вот хочется пожелать людям Украины, и чтобы учитывать Зеленский этому как бы как-то тоже сопутствовал, чтобы не было деления. То есть, избиратели, которые были за Зеленского, которые были за Порошенко, мы все украинцы, мы все дружили, и то, что за последние пять лет вот такая какая-то ругань, оскорбление, тот умнее, тот глупее, мы все имеем право на собственное мнение, и это надо дружить, не важно, кто на каком языке говорит, на русском, на украинском, правильно, мы украинцы, это внутри. Я с Западной, но живу в Центральной, Таня с Луганской, она говорит по-русски, я говорю по-своему. Ну, зачем мне сейчас начинать это, как говорится, одевать маску, и такая сразу стала, перекрашиваться, перекрашиваться, да, то есть, я могу спокойно, ну, я говорю, допустим, в магазине, когда я работаю, то есть, я с людьми говорю, они ко мне прощаются на украинском, то есть, я с ними на таком общаюсь, отвечаю на украинском, но, мой родной русский, ну, я так выросла, у нас регион русскоговорящий был, при этом, я отлично знаю украинский, мне украинский в школе больше нравился, чем русский, ну, какая проблема, а не зависимо от того, кто они, как он говорит, главное, чтобы были людьми, и понимали один одного, и не делали это точно, как сегодня было, как Ляшко в радио, они понимают украинский, так правильно, вы до сих пор делаете? я так понимаю, он это произносил, потому что россияне тоже смотрят, а считается, что как бы племенский... кто понимает, кто не понимает, ну, дело не в том, дело не в том, просто, уже честно, ранее мы столько, даже я по себе брать, я не интересовался, столько политикой, всего, даже сейчас я особо не интересуюсь, да, я вникаю, но не особо, ну, хочется знать, как происходит, и что происходит, потому что хочется какого-то изменения, какого-то, чтобы для людей было лучше жить, а не баба приходит в магазин, вона достает там копики, и она считает, что взять и хлеба, и каких-то макарон, и еще чуть-чуть, что-то ей дальше не хватает, это страшно смотреться, потому что, понимаешь, такая старость может ждать и нас, а все страшнее за своих детей, за своих, как они будут жить дальше, и что будет дальше, я... А я хочу сказать, знаете, то, что там денег не хватает, ну, к сожалению, в Украине это никогда не было или богатой нации, да, и всегда нам на что-то не хватало, конечно, очень бы хотелось, чтобы более ценно стали сносными, но для меня самое главное, чтобы наконец, то есть прошлый президент обещал-обещал, обещание не выполнил, и то вот вы, Владимир Александрович, обещаете, и, ну, вот в это ваше обещание, я очень хочу верить, и что вы это сделаете, и прекратите войну на Донбассе. И самое главное, что вы сделаете? Потому что сейчас, ну, столько смертей, непонятно, ради чего. Ну, если честно, сейчас кто-то может начнет, ну, сколько можно. И хватит уже, мне кажется, смерти, нужен мир, и я очень хочу, чтобы я в свой родной Луганск ездила вот в цели и поехали, без всяких этих пунктов пропусков, без всяких этих военных оружий. это самое первое, что будет, как только в страну мир, я сказал, сядем в машине, проверим всю ходу, собираемся, и поедем в Луганск до родичей. Да, мне очень хочется Артурчику показать родину своей мамы, и так же хотелось, чтобы они приехали и до нас. Конечно, чтобы не было этих проблем, да, поэтому, поэтому, пожалуйста, не пишите каких-то плохих комментариев, ну, так уже, если не нравились ли мы наше мнение, ну, мы поняли, ну, как бы, я могу разъяснить, я могу разъяснить, я могу разъяснить, я могу разъяснить, и я, кстати, честно, даже если я человеком полностью не согласна, то я его просто не смотрю, начала начало смотреть, ну, нет, думаю, я с тобой не согласна, я выключила, и все, я не ставлю дизлайки, я не комментирую, не там, не угрожаю, и вообще не обижаю, ну, от человека зависит, поэтому, ладно, мы будем дивиться, что будет дальше происходить, хорошо, все, всем хорошего дня, и верим, новое зеленое будущее, как сегодня весна, давайте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,